Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я дружусь с Измайлом Он единственный человек на эстраде разговорного жанра и писатель-сатирик. Вот, я дружелю, потому что он единственный, кто не поет. Он такой, скажем, молниеносно реагирующий человек, и на шутку, и на все. Едем в автобусе, да, уже проехали километров 500, да, я говорю, а что у нас никто не поет? И вдруг ли он какую-то песню затягивает? Вот редкая афиша, где присутствует «Я вас обманул». Нету здесь, Леона, мы здесь. Вот вы спрашивали, ссорились ли мы с Леоном после этого интервью. Представляете, какой человек Леон Измайлов? Вот говорит мне, Лена, будут про меня фильм снимать. Мне бы очень хотелось, чтобы ты что-то сказала. Я говорю, Леон, ну, конечно, скажу. Он говорит, ну, хорошо, когда ты приедешь, куда ты приедешь? Я ему сказала, когда я приеду, куда я приеду. Я приезжаю. Стоит две корзины цветов. Ну, вы представьте себе. Ну, вот как такому мужчине можно отказать? Ленечка, дорогой, я тебя очень люблю. Спасибо тебе, что ты так любишь нас, женщин. Это даже не серьезно спорить, кто лучше, мужчина или женщина? Ответ напрашивается сам с собой. Конечно, мужчина хуже. Во-первых, женщина умнее. Это не я, это еще Чехов сказал, Александр Сергеевич. Я помню, он так и сказал. Где вы найдете женщину, которая выйдет замуж только лишь потому, что у мужчины красивые ноги. А мужики сплошь и рядом женятся на этих ногах. А потом сами не знают, как свои ноги унести. С женщиной всегда есть о чем поговорить. Например, о ней самой. А, спроси любую женщину. Как поживаешь? И все. Дальше можешь отдыхать. Слово негде будет вставить. Женщина может говорить бесконечно. Ой, на любую тему. Что женщины только не говорят. Слушай, ой, я не говорю. Муж спрашивает жену. Я вот тут в газете прочитал, что мужчина тратит при разговоре две тысячи слов, а женщина четыре тысячи слов. Жена говорит, ну правильно, потому что вам все надо повторять по два раза. Он говорит, чего-чего? Ленка всегда при фигуре был. Он такой немой укор нам, толстякам. И всегда у него горелый, горит глаз, когда мимо проходит женщина. Это вот такое явление очень сегодня редкое и приятное, что вот есть ветераны труда, которые еще, в общем-то, кайфуют, когда проходят женщины. Даже вот когда он с супругой рядом, все равно шейные позвонки у него в движении. Может быть, в этом и состоит секрет многолетнего успеха Леона Измайлова. Юмориста, писателя, поэта, автора и исполнителя своих шуток и шуточек, ведущего популярных телевизионных шоу в этой подвижности выносливого ума, неуспокоенного нрава и в неувидающем интересе ко всему смешному. То есть к прекрасному. Все женщины сердобольные. Ой. Зин, ты, говорят, замуж вышла? Да, Маша, вышла. Не жалеешь? Ну почему? Шо я, не человек, что ли? Конечно, жаль парня. Я считаю, что у женщины должна быть и своя личная жизнь. Вот расскажу такой случай. Встретились три школьные подруги. Ну, захотели обмыть встречу. Но где? У одной дома муж, у другой дети, у третий свекрот. Решили очень оригинально распить бутылочку на ближайшем кладбище. Пошли, тихонечко сели, выпили, поговорили, пококотали, взяли с могилок по букетику цветов и пошли домой. Наутро встречаются их мужья. Один говорит, мужики, моя, кажется, любовника себе завела. Вчера пришла с букетом ромашек. Второй говорит, слушай, моя тоже. Вчера пришла пьяная с букетом роз. Третий говорит, вам-то хорошо. Ваши хоть по одному любовнику завели. А моя вчера пришла в лоскуты. В руке корзина с ленточкой. Абратвы. Это у нас пейзаж. Они обычно вот приходят, часа в три-четыре обнимают эту березку вдвоем. Это вот Есенин о них писал, как жену чужую обнимал березку. Ну, могут долго обнимать. Они здесь долго обнимаются с березками. Вот смогут дорогу найти домой или нет, это неизвестно сегодня. Перед каждым человеком, настроенным на успех, особенно творческим человеком, рано или поздно неизбежно встает вопрос, как жить не скучно, общаться эффективно, чтобы окружающие не расхолаживались. Ни в коем случае. Я им помашу рукой. Ей никто не любит, правда, про себя слушать. У меня жена такая же. Утром встает, смотрит в зеркало. Говорит, какая же я страшная. Давай, говорит, мне, скажи какой-нибудь комплимент, чтобы настроение поднять. Ну, я и сказал. Я говорю, какое у тебя хорошее зрение. Вот мы сидим, значит, с другом на кухне, выпиваем под пельмешки со вчерашнего дня. Она орет, алкоголики, что вы все пьете и пьете. Сколько можно пить? Я говорю, Нина, мы не пьем. Мы тебе пластику делаем. Ты у нас с каждой рюмкой становишься все красивее и красивее. Потерпи еще полбутылки, и ты у нас будешь мисс мира. Она терпеть не стала. Стала швыряться с нами сначала посудой, потом гантелями. Не, никто не любит, правда, про себя слушать. Это я на другой день уже понял. Когда из травматологии меня отпустили, а другу моего оставили. Врачи ему сказали, что ему от травматологии до кладбища ближе, чем от дома. Я вам скажу. Фраза не моя. Это фраза моего друга Андрея Ивановича. Вот, и соавтора. Он говорит, попробуйте хоть один день всем говорить правду. Уже к вечеру вы будете больной, всеми покинутый инвалид, лежащий в реанимации. Вот так вот. Значит, так что правду говорить. Я раньше по дурности своей говорил ее. Понял, что это глупость никому не нужная. Не надо никакой правды. Говори то, чего люди хотят услышать. Вот и все. Тут это недавно в наш городской дворец культуры приезжал со своим концертом один известный психолог. Программа у него называлась «Как быть счастливым, когда вокруг одни сволочи». Вот. Полтора часа что-то такое психоложное рассказывал. и в конце поднял руки и сказал «Тихо, теперь самое главное». Запомните и повторяйте каждый вечер на ночь. Я люблю людей. Я люблю людей. Так вам гораздо легче будет выживать в обществе себе подобных. И, говорит, даже если людей не за что любить, найдите в них что-нибудь хорошее. И в конце запел «Я люблю тебя жизнь». Ну, мы похлопали, значит, с моей супругой Ангелиной. Вот. Похлопали, да, тысячу рублей прохлопали. Ну, билеты же продавали на концерт психолога. Ну, пошли домой, поужинали, легли у кровати. Три раза, как велел тот психотерапод. Значит, повторили «Я люблю людей». Повернулся я к своей любимой стеночке. И впервые в жизни задумался. А за что их любить? Людей этих, а? Вот, вот, знаешь, вот взять, к примеру, мою гельку. Конечно же, она мне родная жена. Я чувствую, что ее можно любить. Но вот так просто без доплаты я не готов. Любить людей непростая, а подчас просто изнурительная работа. Особенно, если у тебя зоркий взгляд, хороший слух, и ты твердо стоишь на ногах в широком смысле этого слова. Вы какой-то очень грустный. Нет, я веселый. Остается только гадать, как юмористы, обладая всеми этими качествами, умудряются писать не трагедии, как древние греки, не полный пессимизма трактаты, как немецкие философы, а шутя создают веселую энциклопедию сегодняшней жизни. Люди проходят мимо какой-то смешной ситуации, а я не прохожу мимо, потому что я все время настроен на это. Знаете, как Задорнов в этом смысле был уникальный человек. Он вот все, что он слышал, это все шло в дело. У него безотходное производство было. Я, например, позвонил ему, там, а дома его нету. Жена его говорит, его нету, что ему передать? Я говорю, передай ему три рубля. Уже на другой день он со сцены это пробовал. Самая хорошая ситуация была, конечно, в Ялте. Я вышел из гостиницы, там у хода стояли двое, мужчина и женщина. Они, видно, недавно познакомились, и женщина так кокетливая говорит, сколько мне лет, угадайте, он говорит, даже представить себя не могу. Она говорит, ну я вам подскажу, моя дочка ходит в детский садик, она что там, заведующая работает? Вот он нежадный человек творчества. Вот что-то мы едем, едем, он говорит, смотри, смотри, какая фишечка, да, это сейчас, и он на эту тему что-то придумывает, весь автобус ха-ха-ха, и он поворачивается, как мне нравится, я говорю, дарю. Пару лет тому назад Леон подарил мне идею одного номера, может быть, он уже и забыл об этой идее, а я рассказик-то написал, и вот сегодня он впервые услышит, какое пламя возгорелось из этой искры. Друзья мои, в деревеньке под Нижним Тагилом жил себе мужичок Митрич, но не то, чтобы он время от времени напивался в усмерть, не, не, Митрич не просыхал, как-то пододр шел к себе домой, но не то, чтобы выпивши, не, не какущеньки, поэтому Митрич не шел, и не полз. Вы не гадайте, он не шел, он не полз, он возвращался. По пути совершил лобовое столкновение с березой, посмотрел на нее, с завистью сказал, мне бы столько почек. Встретился с колодцем, а попить воды в его положении было очень кстати. Пока ползал по краю струбы в поисках ведра, приговаривая, не дай себе засохнуть, на пору тебя поскользнулся, упал вниз. Не волнуйтесь, это был наш колодец, поэтому воды там не было. А было что-то мягкое, теплое и большое. Как потом выяснилось, деревенский козел. Как он туда попал? Загадка истории, да это и не важно. Пока не расцвело. Дмитрич рассказал козлу всю свою жизнь. Козел слушал, не перебивая. С ним еще никто так долго не разговаривал. Вскоре раздались голоса, там на воле. Мужики пошли на работу. Идут себе тихонько по темноте. Ни о чем плохом не думают. Тихонько идут. И вдруг откуда-то снизу так неожиданно, так громко. Ку-ку! Вот если бы к этому месту подвезти трубу, Европа была бы с газом. Мужики накануне тоже выпивали. Но не столько, чтобы поверить, что в деревне появился говорящий колодец. Кто-то осторожно взял булыжник и бросил вниз. В ответ ку-кушечка завернула что-то такое. После чего добавила. Да я это, Митрич! Вытащите меня уже, бог на душу, мать! Ай-яй-яй, мужики побежали домой, взяли веревки, связали, вернулись, опустили вниз. А Митрича с детства воспитали так, что надо в первую очередь помогать ближним. Без задней мысли он привязывает козла. Кричит ТЯНИТЕ! Эти тянут. Не догадываясь, встреча с прекрасным. Ещё разговоры ведут. Как ты там? Щас увидите! Как тебя вообще угораздило-то? Да вот шёл, поскользнулся, упал. Ну, дальше просто гениальная фраза. Ну ты старый козёл! Когда над срубом появляется это, а ещё темно было. Вглядываясь в очертания, мужики с опаской спрашивают. Митрич, ты? Похож вроде. Ты, Митрич? Митрич в ответ. Бе-е-е-е. Самое интересное, что первый мой эстрадный номер, он был пародийный, написал мне Леон Измайев. Имел огромный успех этот номер. Огромный. Поэтому Лёня я увидела, он пришёл, симпатичный, кудрявый, высокий, блондин, с хорошим настроением. Увидел этот номер, сказал, молодец, хорошая артистка, буду тебе писать. И вот уже пишет, почти 40 лет. Лёня, артисткой я такой же осталась, поэтому продолжай. Измайлов продолжает писать для Елены Степаненко и даже считает её соавтором. После того, как заслуженная артистка рассказала ему случай из жизни, который произошёл в аптеке. Дама, со следами былой красоты, командным голосом спросила, у вас есть злая панда? «Что?» переспросила аптекарша. «Ой, извините, это я так запомнила, пантозол. Вернее, пантопрозол. Это от желудка», пояснила она аптекарше. Аптекарша спросила, «А рецепт у вас есть?» «Кого есть?» «Ну, рецепт, спрашиваю, есть?» «Конечно! Вот же у меня в писульке записано, пантопрозол от желудка». Тут в разговор вмешался спутник дамы. «Нина, при чём здесь пантопрозол? Ты же была у оттоларинголога». «Почему это у оттоларинголога?» «Ну, потому что я тебе взял талон к врачу «Ухо, горло, нос». «Ухо, горло, нос». «У тебя начинало болеть горло». «Правильно, горло». «Но к этому «Ухо, носу» была большая очередь. «И я пошла к желудку». «И я пошла к желудку». «Интересно, а если бы к хирургу была меньше очередь, ты бы пошла к нему и вырезала бы у него аппендикс?» «Нет, не пошла бы». «Почему?» «Потому что аппендикс у меня уже вырезалось». «Хорошо, пошла бы ещё что-нибудь вырезала, раз к нему меньше очередь». «Да с чего ты взял, что к хирургу была меньше очередь?» Здесь парень не выдержал и говорит, «Девушка, простите, у вас есть марганцовка?» Не успела аптекарша ответить, когда дама сказала, «При чём здесь марганцовка?» «Мне не нужна марганцовка. Нас ещё не обслужили, а вы туда же со своей марганцовкой». «Всё-всё, молчу», — сказал парень. «Так вот, девушка, я объясняю. Я пошла, значит, к врачу, и он выписал мне пантопрозол». «От горла?» «Нет, от желудка». «Но у тебя же горло болело». «Одно не мешает другому». Она вышла, это правда было. Она подошла к нему, к машине, посмотрела на него и сказала, «Ты меня опозорил на всю аптеку!» Я в Юрмале, у нас была её Марина, мы с Лёней гуляли, я ему рассказала эту историю. Он говорит, «Слушай, давай напишем номер?» Я говорю, «Давай». И вот этот номер Лёня написал, и я на каком-то его празднике ему исполняла. Действительно, номер удивительный получился. «Вот, молодой человек берёт марганцовку, хотя у него болят почки. «У меня не болят почки», сказал молодой человек. «Тогда зачем вы сюда пришли? Мне нужна марганцовка, вот видишь? Ему нужна марганцовка, неизвестно от чего. А мне известно, от чего нужен этот, как его, ну, который зол». «Пантопрозол», сказала аптекарша. Я тут не выдержала, говорю, «Девушка, простите, пожалуйста, я очень тороплюсь. У вас есть пластырь?» Не успела аптекарша ответить. Дама сказала, «Какой пластырь?» Я говорю, «Перцовый». Она говорит, «При чём здесь перцовый пластырь, когда у меня болит горло?» Ну, правильно. У вас болит горло, а вы лечите желудок. А когда у вас заболит желудок, вы будете лечить горло. «В организме всё взаимосвязано», сказала дама. «Вот у вас что болит?» Я говорю, «Голова у меня болит». Вот сейчас развалилась голова. «Вот видите», – восторженно сказала дама, «у вас болит голова, а вы берёте перцовый пластырь. А у меня болит горло. Девушка, у вас что-нибудь есть от больного горла?» Обалдевшая аптекарша сказала, «Пантопрозол». Здесь вмешался спутник, дам. Он говорит, «Нина, давай возьмём твой пантопрозол и пойдём домой. Кстати, марганцовкой можно полоскать горло. Полощи своей марганцовкой всё, что ты себе хочешь». А девушка сказала, что у них от больного горла пантопрозол. Мне сказала аптекарша. Я оговорилась. Пантопрозол от желудка. «Хорошо», – сказала дама. «А что у вас есть от больного горла?» Когда мама Леона настояла, чтобы её сын, круглый отличник, после седьмого класса поступил в техникум, чтобы в руках была профессия, ей даже в страшном сне не могло привидеться, что её шустрый, воспитанный мальчик после техникума, потом после авиационного института, после работы в солидном конструкторском бюро будет не серьёзные приборы для отечественных лайнеров придумывать, а станет сочинять не серьёзные миниатюры, да ещё и выступать с ними на сцене. Вы знаете, он был такой симпатичный человек, что даже после концертов к нему больше девушек подходило, чем ко мне. Это как шутка. Страшненький был всегда. Но обаятельный. Ну, я маленького роста был. Сейчас я вырос, большой, высокий, блондин, с голубыми глазами. А раньше конопатый. Значит, правда, шевелюра была очень хорошая. Шевелюра была густая, крепкая. Как говорила Арина Родионовна, красивой никогда не была, а молодой была. Вот красивым никогда не был, а молодым был. Леон Измайлов. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда-то время ползло, потом шло, теперь побежало. И мы несемся во времени и в пространстве, и рвем в нем привычные связи. Родственников в большом городе мы давно забыли. Помним только тех, у кого взаймы взяли. Да и то, чтобы вовремя на другую сторону улицы перебежать. С друзьями общаемся только по телефону. Годами не видимся. Встретишь на улице, вроде знакомый. В лицо не помню. Как зовут, не знаю. Кто такое, понятия не имею. А назвал номер своего телефона, оказывается, лучший друг. А ведь когда-то ходили друг к другу на дни рождения. Долго выбирали подарки. За столом говорили длинные красивые тосты, чтобы хозяевам приятное сделать. Теперь прибегаем на день рождения с бутылкой. И быстро выпиваем ее под один и тот же тост. Ну, поехали. Где те добрые старые времена, когда никуда не спешили? Где тот доктор? Милый семейный доктор, который знал нас с детства, часами выстукивал и выслушивал. Теперь доктор в спешке прибегает на пять минут и в ППХ путает больного с лекарствами. Так и пишет. По два инфаркта три раза в день после еды. В 78-м году началась передача «Вокруг смеха». И в 79-м году я там впервые снялся. И уже по телевизору меня показывали. И когда я снялся первый раз, когда передавали эту передачу, я был в Казахстане на гастролях. И я... Телевизор, гостиница та еще была, значит, телевизор был в коридоре. Я пошел в коридор, сел, смотрел телевизор, ждал. И это шла программа «Вокруг смеха». Народ собрался, значит, со всего этажа смотрели. Я сидел нервно, курил. И стали меня показывать по телеку. И я думаю, как же они меня все не видят, что я вот здесь сижу. И они не обращают на меня внимания. И вдруг один парень сказал мне, молодой человек, я думаю, вот узнали. И я говорю, что, слушаю вас. Я думал, сейчас он меня скажет, смотри, вот это вот. А он говорит, курить здесь нельзя. Сразу ли после этого случая или чуть позже, но курить ли он Измайлов бросил? Начал изучать японский язык. Бросил. Закончил высшие курсы сценарного мастерства у Георгия Данелии. Но для кино писать тоже бросил. И всецело отдался живущей в нем колдовской тяге ко всему, что может нас рассмешить. Очень весело и забавно разыгрывает. Ну, бывает даже для вот этого состояния, что нервничаешь, а потом вдруг получаешь радость. Звонит мне однажды, а у него день рождения 5 мая. Ну вот, а обычно это, не знаю, для кого, а у меня май это отдых уже начинается. И он звонит, говорит, у меня день рождения, приезжай ко мне в Черногорию. А я заодно хотел в Черногорию посмотреть, так глобально, да, все, он говорит, я тебя встречаю, я прилетаю, я говорю, выхожу в аэропорту, его нету, а куда идти, ничего, никаких, ни координат, я говорю, Леон, я жду, вы где? Он говорит, я в аэропорту, я тебя жду, а где? На Кипре? Я говорю, на каком Кипре? Я говорю, здесь, в Черногории, вы что, шутите, что ли? Он говорит, Ген, ты или записывай, или ты это самое, я в шоке, я говорю, спасибо, сейчас буду ориентироваться, кладу трубку, все, нашел место, чтобы не упасть, чтобы откинуться на кресло, выходит Леон, из-за колонны, говорит, разыграл, я говорю, ничего себе, зато радости появляются больше, понимаете? Не бываю скучным и унылым, потому что это никому не нужно, это просто противопоказано, в моем жанре, во всяком случае. Леня не бывает скучным, Леня бывает веселым, красивым, любящим, но очень любит свою жену, ее тоже зовут Лена, Ленка, привет, так что, когда мы встаем рядом, Лена с одной стороны, я с другой, Ленька загадывает желание, денежное. Вот вы заметили, что когда приходишь в магазин, покупать женщине, какой-то подарок, продавщик спрашивает, вам для жены или подороже? А мне и для жены подороже, потому что по цене подарка, она определяет, как я ее ценю. Я ей один раз подарил блюдце с чашкой, а чек от телевизора положил. Ей жутко понравился подарок. Получается, проблема такая, подарить что-нибудь дорогое, но за небольшие деньги, вот, вот такая проблема. Поэтому я ей все последние годы дарю кольцо с бриллиантом. Дорогое, потому что вроде как из золота, а за небольшие деньги, потому что мне бриллиант один знакомый цыган на рынке вставляет. Он настолько любит свою Леночку, и вот мы в поездке где-нибудь, да, первым делом он ищет для нее подарок. Мало того, мы сейчас были в Карловых Варах, и там отдыхали вместе, но они уехали раньше. И он присмотрел ей какие-то там аксессуары для часов, какой-то ремешок с какими-то наворотиками, там, говорит, вот для Леночки, все, говорит, Ген, представляешь, я уезжаю, а, это самое, а должны привезти через три или четыре дня. Он мне оставил, значит, координаты, к кому прийти, я пришел, там его, значит, помнят, любят, все, я передал специально, привез. Ну, трогательные отношения у него к своей половинке. По всем законам телевидения дальше жена Лена расскажет всю правду про долгую, больше сорока лет, семейную жизнь. Но шансов, оказывается, нет. И придется законы нарушать. Нет шансов, она не публичный человек, она не хочет сниматься. Ну, как-то она не любит этого, вот это там. Нет, ну, вот там, когда вечер мой там, юбилейный, она сидит в зале, и я ее поднимаю, я вижу, что она все равно смущается. Вон она сидит, встаньте, чтобы посмотрели на тебя, что ты у меня есть все-таки, а не мистическая личность. Спасибо большое. Извини, что кровь пью. Она поднимается, она там помахала рукой, поклонилась всем. Ну, это тут уже необходимость просто заставляет. А так она этого не любит, она не стремится там показаться. У него очень красивая жена, очень умная, очень тактичная, умеющая руководить этим шустриком, этим неуправляемым, еще и нервно возбудимым человеком. Творческие люди трудные люди. Трудные. Уживаться с ними – это очень сложное дело. Ну, наконец-то! Хоть какой-то намек на проблемы, сложности, драматизм замаячил. Но в чем уникальность Леона Моисеевича? Это, помните, был такой отец Федор в «Двенадцати стульях», вот это про Леона. Он будет являться во сне, он будет дежурить у подъезда и так далее. Он будет поджидать тебя в самых неожиданных местах с вопросом, ну ты как третьего? Ты свободен? Да. И ты уже проклянешь все, уже отменишь тех и придешь к нему. Это будет же так легче жить. Ага, давайте. Сейчас. Ну, как вы думаете, кто это? Леон Моисеевич, а я про вас интервью даю. Леон, я не понимаю, почему спрашивают все время про твой характер. Характер у тебя, Леоня, замечательный. Я люблю твой характер. Мне трудно похвалиться хорошим характером. Не могу сказать, что я, понимаете, такой покладистый. Я, значит, и обидчивый там бываю. Ну, стараюсь с этим бороться, понимаете. Вот как-то менее стал обидчивый. Раньше очень сильно обижался на многих. Он имеет много достоинств. У него есть один недостаток, он очень обидчивый. Вот чего-то там вот не заметил, ну, что-то сказал, ну, что-то застрел по его поводу. И обида. Алло! Зина, ты знаешь что, пока что жена мне вот так, поезжай к мамаче своей, и пусть мать твоя тебе скажет, как себя дальше вести. Все! Мерзавка. Что мне, звонить некому? Сирота прямо. Алло! Зина! Зина, Зина, пришла из магазина. Привет! Как кто? Володька? Вот глядите, два года не позвонишь, уже не узнаешь. Два года. А что? Не мог. Я извиняюсь. Че ты? Че ты? Кто? Кто? Я похож на женатого человека? Зина, ты подумай, что сказала. Я в заграничной командировке был. Как я тебе могу звонить? У меня секретный телефон был. Собеседник платит. Что же я тебя, разорю, что ли? В Антарктиде был. В Антарктиде там одни пингвины. Ты не разберешь, где самец, где самка. Че ты ориентацию не поменял? Да? А сейчас стол накрыл, приехал, думаю. Два года, кого не видел? Кого не видел? Зину накрыл стол. Пингвинятина прямо в этом снежном соусе. Пальдон. Ну, чего не очень? Не очень ждала звонка? Знаешь, чтобы честно сказать тебе, я тоже не очень-то стремился тебе звонить. Потому что, насколько я тебя помню, на тебя и пингвин не клюнет. Поняла? Сама дура. Мерзавка. Обидчивый, но очень хорошо, быстро отходит. Вот. Он вспыхивает и гаснет. Но это вот, как бы, есть в характере человека. И куда этот день денешь? Это он, Леон Исмаилов. Все знают, что он может обидеться и тут же простить. Масик, привет. Муж твой. Ну, ладно, подумал я. Прощу тебя, черт с тобой. Что значит, не просила прощения? А я прощаю. Я прощаю, я великодушный. Ты приезжай, я тут стол накрыл. Я никого не крыл. Никого не приглашал, потому что светлее человека на свете нет. Потому что, мало того, что я тебя люблю. Ты можешь такси взять. Возьми такси. Заплати, я тебе в получку отдам. Целую тебя, любимая. Жду. Жду. Целую. Ты знаешь, куда. Однажды он мне подарил книгу своих мемуаров. Там было про многих известных людей. И про Арканова, и про Трушкина, про Альтова, про Хазанова и так далее. Но практически каждая глава начиналась со слов. Мы не разговаривали пять лет. Какое-то время мы проходили мимо друг друга. Я вычеркнула его из записной книжки. Это постоянно было. Я не знаю человека, с которым бы ли он хотя бы раз не поссорился. Жизнь его наполнена интересными людьми. Их дружбой, сотрудничеством, искренностью отношений. Иначе не скажешь. Ведь если ты равнодушен, не взволнован, ты не будешь ссориться ни с кем. И в этой своей невзволнованности проживешь спокойную жизнь неподвижного человека. Бывали периоды непростых отношений у Леона Измайлова и со своим любимым исполнителем, с отличием закончившим в самом начале актерской карьеры кулинарный техникум, куда его молодой тогда автор так талантливо определил. Я никогда раньше не думал, что из-за какой-нибудь мелочи может разрушиться большое чистое чувство. Я давно хотела на ком-нибудь жениться, только я стесняюсь этого. Я еще могу познакомиться с девушкой. Ну, дальше чего делать, я не знаю. Я вам скажу. У меня был любимый исполнитель в 70-е, 80-е и 90-е годы. Этот исполнитель был Геннадий Хазанов. Понимаете, мы с ним вот так сошлось, вот так опять Господь положил, что мы с ним как-то вот в резонанс попадали. Вот я напишу, и я мог даже проверить, и номер мог не идти. А вот он его исполнял, и это был Шлягер. Среди скоренными изменениями в деле преобразования нашей страны многие из нас могут, могут оказаться лишними. У нас развелось полно прохимдеев, болтунов. Вы... Вы... Чего вы-то? А, вы могателей! А, вы могателей! Могателей вы! И других паразитов на теле... О, Господи, Боже мой! А, на теле нашей страны. А! Конечно, можно! Чего? А, конечно! Можно их? Чего их? А, конечно! Можно их просто... О, уволите все! И все! Но они тут же вопьются в наше тело с другой... Господи, Боже мой! И снова будут пить кровь трудового народа. Спрашивается, как использовать их богатый опыт в деле развала народного хозяйства. Предлагаю! Спрашивается, как использовать их богатого в деле развала народного хозяйства. Предлагаю! Что тут спрашивается? А-а-а, вот! Спрашивается, как? Как использовать их богатый? Как использовать их богатый? Предлагаю! Предлагаю! Бросить их всех на борьбу с империализмом! А-а-а, вот! А что, для начала собираем человек в весе этих дармоедов, обучаем их английскому языку и весь этот боевой отряд ползучих гадов! Забрасываем! Не скажу, куда! Чтоб там раньше времени не узнали! И я смотрю сейчас и думаю, неужели это я написал? Мне даже не верится, что я это написал, вы знаете. Я вот так сейчас ни за что не смогу написать. Ну, вот такая была молодая энергия, такое вот желание писать и главное мозги работали, конечно, очень хорошо. Это кокетство, потому что он и сегодня обладает очень острым языком и прекрасным слогом. вот я сужу по тем последним его материалам, которые он и мне писал, и моим коллегам. Леон Форме. Я хочу немножко порассуждать на тему так называемого абсурдного юмора. Все вы знаете, что это такое. Итак, несколько примеров. Вообще абсурдные ситуации, они, скажем так, ну, более уместны, что ли, где-нибудь в психиатрической клинике. Ну, представьте себе, принимают очередного больного, доктор спрашивает, фамилия? Наполеон. Говорит, ну, голубчик, ты нас этим не удивишь, у нас тут полководцев пруд-пруди. А я не полководец, я торт. Или же заходят, прямо двое, сразу двое заходят, фамилия? Ивановы. Ты что, братья, шоль? Ну, почему сразу братья? Бывают и другие варианты. Ну, какие еще варианты? Ну, и, например, сестры. Или же приходит человек, который заявляет, доктор, я глухой наполовину, ровно наполовину. А, то, что у вас одно ухо... Нет, просто наполовину глухой. Говорит, так не бывает, ну, давайте вы встаньте туда лицом, ко мне спиной. Я вас сейчас протестирую. Я вам сейчас назову цифру. Тихонечко. Вы их повторите. Встали? Готовы? Хорошо. 44. Врач. 22. Ну, там это все. Понятно, тем не менее, в быту случаются не менее интересные, курьезные, смешные случаи. Ставим с приятель на автобусной остановке. Подходят два молодых парня. Здравствуйте. Мы приезжие из Молдавии. Вот приехали посмотреть на ваш чудесный город. Ну, что ж, молодцы. Поглажайте смотрят. Действительно, очень интересно. Вдруг подходит рейсовый автобус. Один из них спрашивает у меня. Скажите, пожалуйста, на этом автобусе я доеду до Красной площади? Я говорю, простите, нет. Второй спрашивает. А я? Немыслимые вопросы. Идиотские ответы. Абсурдные действия. Это все, это рядом. Но только последить. Празднуем день рождения приятеля в ресторане. Выходим покурить. Следом за нами идет влом пьяный человек. Дупель. Убегает на стоянку таксистов. Слышан диалог с таксистом. Шеф, свободен? Да. Пошли по санфуи. Иногда складывается такое впечатление, что вокруг нас постоянно идет пьеса театра абсурда. Не больше, не меньше. Два парня разговаривают. Они, стой, извини, мне сейчас надо маме позвонить и сказать ей, где я. Сейчас. Алло, мама, где я? Вообще бывает так, что люди разговаривают на одном и том же языке, но при этом не понимают друг друга. В джунглях терпится аварийную посадку одномоторный самолет. Мягко приземлился, слава богу, все нормально. Вышел летчик, мало чего понимаю, в джунглях первый раз, от комаров ничего не взял, тем более. Вышел, бродил, и вдруг смотрит, что к нему в полном составе идет местное население, копья, кольца в носу, все в порядке, идут к нему. И так не сильно доброжелательно смотрят, что там за тиродакт или упадные детства. Они идут, о, шпери по земле, все идут к нему. Он понимает, что надо сейчас сразу наладить масли, чтобы пока не сожрали, поэтому он идет с распростертыми объятием, улыбкой, вокруг головы почти, настолько широкая. И этот подходит к вождю, говорит, я и вы, мы друзья. Я прилетел на вот этой вот железной птице, но у нее сломалось крыло, оно не работает. Надо я ее починю, ремонт, и я взлечу на ней, чтобы вам привезти подарки, вам и вашим детишкам. Я прилечу к вам и подарю, потому что вы, я, мы все друзья, понимаете, да? А этот вождь говорит, ну это все понятно, а что ты разговариваешь, как идиот? Что касается Одессы, там абсурд, это уже не юмор, это уже образ мышления. Мне сказали, ты купил машину. Кто я? Ну сказали, так купил, а цвет красивый, потрясающий. Ты когда-нибудь заклад солнца видел? Ну конечно, ну вот такой же, только зеленый. На Деребасовской заказову в булочную сидит утомленная об этом продавщица, полирует напильником носки, прическа как у них, как пизанская башня, такой же высоты, только немножко скошена, как она сидит, такая мажда. Я говорю, простите, у вас баранки свежие? Нет. Я говорю, а кексы? Возьмите лучше баранки. Представители зеленого змея тоже не отстают. Костя, ты водку хочешь? Нет. А будешь? за. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Помните, любовь кольцо, а у кольца начала нет и нет конца. А успех кончается. Бывает, и мы это знаем. Но, если ты не теряешь интереса к людям, способен искренне улыбнуться и вызвать улыбку у зрителей, успех ведет тебя по пути, которому нет конца. А все остальное ерунда. Просто куром насмех. Если ты родился уже, да, как магнетическая личность, что бы ты ни делал, ты все равно магнитишь. Люди идут даже не на твой репертуар, а на тебя. Давайте я себя сейчас сам объявлю, и вы уже меня встретите как родного. Итак, писатель-сатирик Леон Измайлов. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok